Добрый вечер, уважаемые дамы и господа, сегодня у нас очередной выпуск Гордбургер Шоу. Олег, Олег, тебя не слышно и нет донатов, Олег. Да? Ну погоди, подожди, ты же переплываешь голову, да я расскажу, значит сегодня у нас необычный выпуск, а сколько нас смотрит вообще, ты следишь за чатом вообще? Нас смотрит че, но все равно донатов нет. Донатов нет, ну подождем. Волосы Мариночки заговорили. Ну че там новенького у вас, расскажите. Что у меня старенького? Олег, Олег, расскажи, ну как-то, ну... Да, надо срочно пять тысяч, а то меня выгонят на улицу бомжевать. Ну, слушай, ты знаешь, я сегодня тоже долго не смогу, мне еще надо идти там, короче, горизонты в новом фильме вы проваляете, потому что там, ну, в общем, непрофессионально снимал, оператор там много, конечно, работал, ну, что я хочу сказать? Да, оператор снимал профессионально. Ну ты самое, что хочу, вот ходил, буквально вчера на новую приставку. Олег, слышно, Олег? Слышишь? Слышно нас? Да, нас слышно, Олег. Олег. Хорошо, давай по-новому. Продолжай, Олег. Добрый вечер, дамы и господа. Сегодня очередной выпуск Горбогер-шоу. Сегодня у нас, значит, будет премьера трейлером моего нового фильма. Мы, значит, со Светой буквально две недели назад начали снимать. Вот, и, как бы, если будет донатик, то мы покажем, значит, этот трейлер. Сегодня, как обычно, как обычно, идем на ИПРО. И гость у нас сегодня Владимир Епифанцев. Володя, Володя. Здравствуйте. Привет. Как оно? Здорово. Да, слушай, ничего. Тебя не слышно. О, говорит, тебя не слышно. Донатиков не слышно. Ой, тебя не слышно. Нет, ничего. Заработаем. 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 Заработаем недавно. Да. Ну, расскажи. Ну, скажи. Да. 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 Не будет, не будет пяти тысяч рублей, мы удалим эту запись. Ну, да, потому что, ты знаешь, они донатить не хотят. Им все не устраивают. Вот мы уже Вову Епифанцеву пригласили, им все не хотят. Донатик. Мы его отгласили. Володя. Так смешнее. Володя. Володя, а ты смотрел Защитники? Ну, знаете, вот я своих детей водил, в принципе, им понравилось, когда я такое хрень вообще не понимаю, как это все-таки. Конечно, патриот, потому что великая страна. Да, мы понимаете. Ну, они любят комиксы Marvel почитать, говорят типа Marvel. Наш ответ. А они могут нам донатики сделать? Володя. Да, они сами, знаете, как бы деньги из меня туда все высасывают. Поставят там, просят на приставки, там эти все, на PlayStation 4, там, на диски все есть. Володя, а как вы с Настей что, вы разошлись или вы помирились, как у вас дела? Ну, это очень долгая история, на самом деле, там, просто, как вам сказать, мы судились, да, мы пока вот все еще браки считаемся. Фанатки, фанатки пишут, как бы вообще, то есть, никакого прокопих. Там, вот, дагестанская девочка приезжала, вот, я вам рассказывал, да, вот, Патти Кадива. Нет, нет, расскажи ее, интересно. Ну, она стихи пишет, в общем, там, приезжала, там, в общем, говорит, Володя, здравствуйте, вот, ваш фанатка, там, люблю ваши фильмы, там, вот, операция, там, все, там, тут, лютый, смотри, вот, такие вот, популярные, которые, там, Generation P, вот, в кино ходила. Слушай, а это же Кинсбург, да, ведь снимал, да? Ну, таки, да, да. Собственно, как мы познакомились с Кинсбургом, мы, когда были на московском фестивале, в общем, я, то есть, там, это, думаю, какой-то иностранец, то есть, я ему на французском. Олег, тут вопрос. Да. Тут вопрос. Чать читаешь? Владимир, куда делись ваши штаны? По поводу штанов, это, обращайтесь, да, по поводу штанов, это, вот, у нас есть такой ведущий на канале ТНТ, зовут его Сергей Дружко. Как раз, я могу вам привести сэмпл, где он, как раз, эти самые штаны рассказывает, что штаны его пограли, он от них сбежал. Какого-то истории хотите, могу вам труп привести? Не надо. Не надо. Нет, вот мне неинтересно. Вот Хованского канал я смотрю регулярно, очень интересно, очень интересно. Ариш, а какой вейп вы сегодня купили? Вот вы встану курите, вот я знаю, вот там курите, да, вот похивайте на реке. Ариша. Да, Ариша. Ариша? Нет, я не знаю, Ариша, кстати, вы знаете, что у него сегодня день рождения. Ариша, видите, я тебя лично, Олег Маврамович, поздравляю. Я хочу единственное тебе сказать, что тебя еще много... А я не поздравляю, а я не поздравляю, потому что... Ну, вот видишь, что он не поздравил. Он мне не донатил. Так, на что ему донатить-то? Он же еще ни одной картины своей не продал. Не, мне надо донатить. Ну да, сегодня у нас два именинника. Он мне не донатил, он мне не донатил, поэтому я его не буду поздравлять. Ну, как знаешь, что это твое, в общем, дело. Да, у нас сегодня два именинника, у Андрея Крылова и Арины. Так что поздравляем, ребята. Да, и Андрея Крылова тоже. Да, они причем одногодки, они ровесники, да, вот они вот. Родились в один год, так что вообще, молодцы ребята. Так, держать. В пятьдесят, пятьдесят. Беляич, по двадцать пять лет он исполнилось. Ну, Витя, ну ёб твою мать, ну что ты поклавишь там скучишь? Вить, хорэ, Вить, хорэ, хорэ. Ладно, его даже на стрим не позвали, он все равно умудряется. Ну ёбаный, блядь. Олег, как там вообще скульптура вот хотел узнать в Нью-Йорке? Вообще, по острову вы ходите там, показываете какие-нибудь, устроят отечественные? Слушай, ну вот Барян тут пригласили, там был, значит, Вернисаш, один, значит, молодой художник, ну, там было что-то бью-арт, но это было очень банально. Да, Олег, а вот как вы относитесь к Эльдару Богунову? Говорят, что вы его фильм, да, показывали на каком-то фестивале в Нью-Йорке? Да, да, мы крутили, это было в 2016 году, в сентябре был фильм Фестиваль, да, и мы крутили его фильм «Случайная встреча». Ну, к сожалению, народ не понял. Что ты говоришь, Володь? А, нет, я ещё не говорил это, я знаю, да, я случайные встречи смотрел фильмы, там, по-моему, без музыки, да, там, с роликом Блэкпоу, да, снимался? Да, да, вот эти там вот сисечки, он как всегда её показывает, ну, народ не воспринял, ну, понимаешь, вот они, они вот больше любят, знаешь, Марвел, вот такое вот, Стражи Галактики, а нормальное искусство, они все же... Марвел Багунов. Нормальное искусство, элитарное искусство. Марвел Багунов. Да, братишка, я тебе покушать принёс, да, вот это не понимаю. Не премьера, фильма, старого ролика, не Олега Маврамати и не Светланы Басковой. ПО, а чё там в чате, давай, ладно, посмотрим, раз донатить не хотят, посмотрим. Ну не знаю, не хотят они донатить. Ну да, не будет чата. Вообще показывать не буду. Этот, этот чат сраный, показывать ещё. Вот, Волочек. Ага. Покажи, как там. Ты говорил, что кто-то ездил куда-то в Белоруссию, да? Ну да, вот, Витя. Ты так с Витей Лебедевым не встречал? Да, с Витей встретили, вот, да. Прогласил на съёмки фильма, вот, будем снимать, вот, потом. Тебе покажем обязательно, я думаю, оценишь. Да, конечно. Ты со мной знаешь, да, как? Ты мне лучше пиши тогда в Вайбере, хорошо? Потому что я контакт редко захожу, мне там постоянно какую-то хуйню пишут. Там про слоника я как бы уже... А, школьники, да, да. Ой, да сколько можно этого слоника? Сраный. Надоед. Только этот с... Ой, зачем? Когда трейлер фильма... Когда будет донатик, будет трейлер. Да, хватит, хватит, ребят. Было прав, вот, пускай дадут донаты, всё вам показано. Ну вот, тут смотрел фильм недавно. Японский такой, ну, режущер. Олег, Олег, тебя не слышно. А-а-а! Народ опять... Сраный народ опять не верит, что это ты. Ну вот, ну что же мне сделать? Ну как? Вот я Владимир, вот настоящий вот. Я вот когда пообщаюсь с вами, ребята, пойду в зал качаться, там не надо, это же вам. Лето. 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 Сейчас всё-таки лето, сейчас уже все потеет, уже надо, уже как бы солнце нагревается, уже температура. Соблюдая физкультуру, бегать надо по улице Пирмайстона. На качестве. А ты же не куришь, малыш, да? Не, я не пробовал вайпы, вот эти сейчас знаю о моде. Ну и что, не правда? Популярные в школьных. Ты как Дженни Роджерс из 25-го столетия. Ооо, это, кстати, тоже такой артхаусный режиссёр, снимал вот этот Дженни Роджерс. Я тут недавно, мы с ним познакомили, мы, значит, на 25-й авеню, мы пошли, значит, в бар, там, ну, он мне говорит, это самое, говорит, угости меня абсентом, ну, в общем, мы пились, а Дженни Роджерс так и не вернули. Вы пошли в бар, вы пошли на лавочку пить водку. Ну, проо, ну, кто с на лавочке, блядь, я за взрослый, уважаемый художник пить, всё, то есть-то я буду на лавочке. М-молодой, неуважаемый обыватель. Ай, шутки мне твои. Бля, так грустно, что-то. Эх, блядь, какая тачка сейчас поехала. Я свейпом на синем гироскутере с бородой, блядь, ничего не вижу. Я парю, посмотри, какие у меня очки. Ну, да, и это, как у Маслаева, помнишь, такие были, это, что-то такое отправили, да, у меня были. Маслаева, очко. Очко. А я вам не рассказывал вот это, как ему пахло. Давайте, я могу за донатики спародировать Гамаза. Ну, кстати, да, пародирует, правда. Никому, блядь, не нравятся истории, никому не нравятся истории. Да, охотина история. Ну, хорошо. Олег, а вот вы в Нью-Йорке многих видели, вот, с длитости. Там, в свое время жил у Дэвид Боуа, я знаю, он как раз умер в Нью-Йорке. Последние 10 лет там проживал, никуда не выезжал. Ну, я скажу, рассказывай, Олег. Я его не про, да, я все-таки про Боу это расскажу. Эх, что-то, Боу это надо подзаявить. Ну, как, понимаешь, я Дэвид Боу не считаю вообще, этот человек по близку. Это какая-то банальщина попса. У меня знакомые, да, с ним общие есть, как бы они вот общались. Ходили там постоянно к нему, там, вот, когда уже последние годы жизни, там, ему покушать приносили, там, это все. А так, нет, я с ним, к сожалению. То есть, вы считаете Пахома лучше, да? То есть, он больше искусства, да? Конечно, Пахома это настоящий арт-хаус какой-то, да? Это, это наивное, такой, примитивизм, да? Да, но это все-таки больше искусства, чем Дэвид Боу. Вот так вот, да. Ну что там, Кот, там донатика нет? Нет, нет донатика, сраный, сраный донатик, нет. Косарь, Косарь, холи так мало. Посидим, посидим, таскальпит. Сколько у вас с Москвой там? Курлукой хотя бы. У нас там утро, еще нет. Вот вы говорите, какой-то Дженни Рожерс. Почему-то мне в гугл выдается какой-то Джейси Рожерс, какую-то порно-актрису, то есть. Из 25-го столетия. Там не, там знаешь, кто там, ба-ба-ба-басково. Ба-басково самим лучшим голосом, когда Ланит, 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 Баскули. Спасибо на донатик, задонатик. Все равно вы сраный, я вас ненавижу. А что, донатчик пришел? Да, да, сейчас зачитаю. читал донатик 34 рубля какие самые фильмы в истории кинематографа эфиопии какие самые лучшие фильмы истории кинематографа эфиопии а куда у меня был один знакомый режиссера тоже назвали бумага баги вот он значит снял такие замечательные фильмы как пять бутылок джентльма ну что ты понимаешь в эфиопии это такое своеобразное то есть искусство оно еще не совсем зрелое но вот посоветовать вам могу дать на пять бутылок джентльма и вот есть еще один как же его но он сам по происхождению из гвинеи бисау но он как бы от власти эмигрировал в эфиопию а фильм значит олег никому не интересно никому истории не интересно давайте я лучше прочитаю что-нибудь из гамаза здравствуйте дорогие марио 1 полторашки вы думаете что я нехороший человек не знаю речь то я вам гамаза вспомнил сразу захотел макарончиков сделать с сыром потерять и с кетчупом а ты же газы и тебе можно ты же качаешься это же калорийная еда нет вообще ты за меня придурка не держи чё чё ты сказал а можешь свой рот лучше аккуратнее говорить свои слова ну это я шарики труба немножко погорячился глупо как глупо да да это просто жест ну а в хе с одной стороны не вижу ну а господа хотите вот я знаю тут многие фанаты зеленого слайка на страницу вот за 100 рублей я вам проситирую астоника всего если хотите Володь Володь да донат донат пришел да донатик 12 рублей все равно это быдло ну ты не пизди не пизди сядь всегда на сеть сядь сядь читай проб а что блять там сделай чайечку форту масти мопс сделай чайечку форту масти эй позову кто сделает про ты или волос обойдетесь обойдетесь без чаечки надо доложить деньги чайечка 25 рублей обойдешься без чайки доложи доложи деньги и будет тебе чайка ну я могу позвать этого дебила паш а кто которого пах ну и девушка позову паш ну это ну вы с ним ведете передач сейчас аааа это из ноут это вити да из вити уродов вы вызовите зрители уроды шизофреников ну позови они отморозков ну позови я знаю но попробуй так что-то веселей как ребят ребят у меня тут я сижу на лавочке меня уже дважды менты выгоняли мне интернет заканчивается поэтому мне на продление интернета нужно 8000 рублей на 1000 рублей за мегабайт у меня один раз за то как вы меня осталось мне осталось двадцать три килобайта поэтому я с вами сидеть не буду ладно заводь твой придур там есть кто-нибудь алло ребят ну ху знает решетка какая-то нет там не выдержишь там решетка победят три фазы идут как ебн все пиздец а волочек это цитилин с вспоминаем вспоминаем всякое о о вдвоем сидим тут матрю подключился павел шуфчук а вот меня слышно давно не виделись немножко чуть-чуть еще скажи да слышно алло алло о здорово паша здорово да 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 привет всем ребятам где то полчаса было просто о владимир епифанц о о я искренне восторгаюсь восторгаюсь вашим творчеством джезис особенно нравятся ваши инстаграмы где вы говорите что надо бить женщин по утрам и по четвергам правильно и по утрам и по четвергам надо это это произвело на меня несгладимое впечатление собственно как такие фильмы собственно говоря у меня баскова и мавромати вот сегодня будет трейлер поэтому так меня по кажется звала тут чаечка и что там чаричка там что-то приходил донат я отходил в этот момент там не знаю а ты можешь он тебе дал админские права прочитать что за донат так это же да это собственно я я управляюсь сегодня да привет ребята привет даш вигмау посетитель ютуба и всех кого не видел не слышал так так да чаечка и я сейчас отхожу ненадолго да что за чай да и потом тоже приветик да аут ой да 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 владимир владимир просто склоняем была бы у меня шляпа я бы снял бы перед вами свою шляпу владимир но к сожалению я вынужден бежать олег ты я к тебе приеду на эти на июньские праздники будет у нас 7 дней выходных в июне поэтому я на день независимости приезжайте ребят да на день независимости это идеи пусть причем духовки ладно ребят меня сейчас тут зовут но вы там все равно это донати на меня там по деньги это дай меня сейчас тут мамка зовет да все все я побежал давай счастливо пока пока всем респект кто нас смотрит это лично передаю привет вот респект от Владимира Епифанцева величайший монтёра нашего посетителя ютуба респект дорогой товарищ его нету спасибо что смотришь Павел Прокопенко респект Дарья Варова тоже респект Владимира звонили если что там Тремор ТВ вот тоже анонимы анонимы тоже спасибо что смотришь картильно будь на связи вот вот ушел этот сраный и бигмау 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 респект что смотришь с нашими роликами ставьте лайк Михаил спасибо что смотришь ооо а кто это был вообще это что то я даже ээээ какой дурачок Деленский не обращай внимание а какой то сраный какой то фанат слоников контакт короче еще раз 10 рублей за донатишь что-то жаба выкладывает тоже кстати поклонник вашего он тебя лично договорил Олег Олег да пришел пришел донат посетил ну прочитай с п к к тр а к и к посетитель стрих еще раз к донат первич н сраны Какой-то посетитель стрима... Олег, ну ты понял... Почему союз внутри семёрки продавались? Ещё раз десять... рублей... Ещё... Первый раз! Слушай! О, а ты вот к ним-то заходишь на док-шоу, у них там как-то доносит вообще, да? Ой, я не знаю, не знаю, у меня нет интернета... Моча какая-то... Не знаю, я ещё советую всем посмотреть «Защитник». Это новый-то, да, вот этот фильм, да? Да, да, да... Я... Всем рекомендую смотреть «Защитник». Олег, ну ты мне потом скажешь там, что там... Что? ...после стрима, ну ты обещал там... Там, ну по поводу сценария... А, ну конечно, да, мы это с тобой... Давай мы сейчас не будем это, да? Мы потом, после эфира, поговорим, хорошо? Так... ...посветитель... Коптильный, коптильный... Иди на свой сраный док-шоу... Не будет... Не будет док-шоу... А что, кто-то его смотрит... ...после... Это же там... ...такая сферня бескусная... Я... ...посмотрел один выпуск... ...какая-то лага просто... ...обсуждает какую-то... ...хуйню... ...я извиняюсь... ...какую-то... ...Агафию Хлюкову... ...обсуждают... ...какие-то... ...издеваются... ...там... ...ну это просто... ...я вообще не понимаю... ...кто это такое... Да, Олег, что вы думаете по поводу первомайских митингов... ...вот... ...хотел узнать там... ...по поводу Навального всего этого... ...да... ...я смотрел... ...варицvadного... ...ностранного... ...ностранного, да... ...ностранного, да... ...ностранного, да, вот... ...то что... ...он будет намазаться зеленкой там вот это лицо... ...это же как тоже... ...е... ...тоже получается художником аксессионистов... ...то есть эту... ...что... ...я не понять... ...и как бы мы когда-то с ним общались... ...я ему в общем-то и советовал что... ...говорю... Лёша, если ты хочешь себя пропиарить как художника-акциониста, ты для начала прикинься политиком, вот, и потом уже, как бы, тебе это поможет. И он, видишь, воспользовался пока вот с политикой хорошо, а вот с акционизмом не очень. Я ему говорю, ты какой-то придумал базиант, а он не так понял, только лицо зелёнкое, нормальное. А вы что думаете в чате? Отпишитесь вот этих про Навальных на вот это всё. Да, Олег, а вы где-то, наверное, вообще сами отпишитесь, там, как-то, чего там творилось, там, патриоты лухкадиллины. Ну как, патриоты, да, тут на Брайт они есть несколько упорных коней. Ас, патриоты. О, это, ты можешь зачитать историю. Никому не нужна, не нужны эти истории сраные. Нет, мы с вами будем эту сраную политику обсуждать. Я не знаю. Ну, давай, ну, если задонать. Хорошо. Ну, давай. Ну, давай. На себя... Ложи. А на мою лапу нельзя так... Оскорблений делать. Перца? А ты кто? Что? Да ты... Наверное, капуста. Не вижу. Помогай! По-гамай! И узнаешь. А ты что, выпился? Вот. Я лично не курю. Корень не буду, донатов нет сраных. Ну а чё ты хотела снимать? Если нет донатов... Подписывайся за нас. Там, может, в чате что-то читаю. Не надо бесплатно читать чат. Не будет 500 рублей, удалим стрим. Да, мне осталось 20 килобайт на моём интернете. Я уже не понимаю, как это стрима сприньмать его удалить нахуй, не знаю, заблокировать его вообще. Я не понимаю, как это сприньмать его. Володя, а ты щас что... расскажи, что у вас хомом по Слонику 2, что у вас там, как... Да никому нахрен этот Слоник не нужен. Да знаешь, мне вот фанатки заебали... Там малолетки... Малолетки... Малолетки пишут мне, там типа, хочу сниматься там, где-то сниматься там. А я рассказываю, что мы типологию устраиваем в доме. То есть мы... я всех малолеток провожу к себе, мы их угощаем наркотиками, там марками. Давай. О, ну сколько раз... Говорил... Не читай этот сраный... чай. А я, кстати, люблю, вот знаешь, я покупаю... У нас продаётся... Бейлест такой чай в Нью-Йорке. И там, значит, когда пакетик завариваешь, на этикеточке написано какой-нибудь фраза там английского, американского писателя. И вот ты столько бывает интересного. Научился... Вот так-то пони... Это арт-хаус напоминающий. Кто это придумал, это такой... Хороший палант. Мне неинтересно. Вот можно чай почитать. Я не знаю, кто это написал в книге. Дарья Уваров. Какая продвинутая девочка. С-с-сраная. Дарья Уваров. Никому неинтересно. О-о-о, ну это что такие девочки? Я не знаю что, но она без доната, она неинтересна. Да. Вообще, чат сраный. Без донатов. Без доната чат, сраный. О, а ты читал книгу, Маславев? я понял о чем там упоминается про него в какой-то девочке я так не понял, как он написал такая темная, криклазая там упоминаются съемки и тебя там упомянули а что там разве по пахону да, ну там как раз Александр Монославов как и я там да меня не слышал, посетитель там как раз описали сцену я как раз там сидел на трубе, у меня пахон будет он насрал на тарелку там как раз кто-то в книге все описывается да Епифат, молчи я вынужден вас перебить но сейчас донай донай посетитель стрима посетитель стрима посетитель ютуб запятая вам не донатит посетитель ютуб вам не донатит вам не донатит сраные донатеры деньги деньги свои посетят сраные ну как то продолжать я не знаю ой не знаю потому что никому истории не интересны я не знаю ну 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 значит мы так рассказываем то значит мы такие вот пепухованского сто миллионов подписчиков у нас там двадцать пять я не знаю значит мы такие хуёные ну скажите там что я не знаю не читай бесплатный чат чат не читай бесплатно будем читать чат за деньги да и вопросы Владимир Я просто читаю да сообщение тут фанатки этот ни до вопрос до 5 тысяч рублей за вопрос донать минут пять тысяч рублей можете задать вопрос ефе да может либо в ходе писать как бы мы вас не забаним про слоника ближе все что угодно не надо про этот слоник сраный не надо, он надоело если занасить будет то надоело уже слоник, его неинтересно сраный вообще его снимали, ну же когда помнишь Володь, когда снимали, ну же не думали что он так прославится у него вторая жизнь мы же с тобой ходили, показывали всякие, мы там на теле фестиваля собственно такие независимые со светочкой как бы вот и с этим а ты вообще с Пахома? с Анатолием с Анатолием тоже вот Оле, да, Оле мне звонил, вот кстати Пахома, вот знаешь, он как-то вот сейчас тоже непонятно, больше степени в Питере там по Европе сейчас скачут там дела свои выставки там тоже вот, музыкальная деятельность кино, знаешь, как ты его особо не знаешь, не интересует, как бы он особо так не стремится, ему это не надо там, какой-то был звездой, то есть, человек не тщеславный, я так сказал ну, по-моему, все-таки, да, это медийная личность, я вам скажу, ребят Дорогие зрители все-таки, сделаю имя на своих притраковатых таких образах но, хоть, конечно, может быть Пахома убогий, да как сейчас таких называют еродивые, да вот, блаженые, как Василий Павлович но, это еще человек глаголит истину он истину говорит вам прямо в глаза прямо в лицо так что такие люди, они все-таки в облицели хоть и прикидываются нелепыми но, я бы сказал, невежественные такие я не знаю, мне кажется такой не знаю, что это эпатаж такой я не знаю я думаю, эпатаж, да, безусловно безусловно не, не, ну, наверное, да Джейни Руд ну, тоже Анатолия Смоловским тоже, вот как-то накинул за белым в большей степени по высокому ходу его там уже встретился ну, никому Асмолусский этот сраный не нужен а что там в циатике, про? посмотри ну, я думаю, надо ехать надо ехать надо ехать попросить чтобы она мне свои ножные трусы вы вы слала вы слала я бы обернул их вокруг своего фуя и начал бы безбожь безбожно дрочить дрочить . Охолё car Фу, ну это же человек не тоет, а происходит怎麼了 Но это уже если ты подрочишь, а потом приклеишь их на стол и так хотя бы сми платить смотри, сплата не рассказывай даааааа, боже, так хорошо все, я забыл я думаю, надо сразу к ней ехать ебать, я думал так ой, я думаю, надо выключаться закрываться трусы, трусы потом заберешь, я думаю когда уже когда уже закончится дело своё ну вот, вау, можно так напаривать как бонус забрать как бы Если потом давно и долго еще не будете видеться, каждый вечерочек будешь соскучиться, будешь трусы брать на голову, одевать облечивый тик. Какой ужас, ребят, давайте лучше про искусство поговорим. Про, я не знаю. Про Жене Роджерса из 20 лет. Да, про этот Роджерс. Кстати, Эльдара познаем, где он сейчас? Нальчики там все в Грузии? Блин, это же. Он мне тут как-то звонил по скайпу, у него все там, то ли вентилятор, я говорю, Эльдара это сделает, подключил. Я сказал кролику и там ни черта не разобрать вообще. С ним в последнее время тяжело. Щас. Вот лидар погунов пойдет в истории. Я яблочко, прости. Играй яблочко на этих сухих. Быстрее. А вы песню давайте. Донатик пришел. Ну читай. Донатик. Дмитрий 150 рублей. Дмитрий 150 рублей. Я яблочко просил, играй яблочко на электрухе быстрее. Ну чё ты радишь? А вы песню давайте. А мы тогда подпоем, да? Блин, опять... Ну давай, это яблочко. Яблочко просил, да? Опять два одного сраного Шевчука. Опять этих козлов ёбаных, блин. Весь... Весь... О, не снимали, да. Козлов этих. Козлов этих, ёбаных. Не, я могу спеть, если хотите. Вот мне вот, помните, в фильме Масла я вздушил. Ммм... 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 По-о-о... По-о-о... Да. Это самое. По-о-о, значит, кто-то сел сейчас это, позвал, значит, Павла Шевчука... Да, и к нам на связь снова выходит Павел. 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 Да, 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 да. Привет, привет. О, давай, слушай. Ребята, да, 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 да. Так, так. Ты знаешь, да? Сейчас быстренько зачитай. Так. Вигмал, с чего начать, каптильня. Так, ты в скайпе позвони. Вот, Паш, смотри. Мне пишут сообщения. Так, так, так. Да, да, Владимир, да, 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 да. Так, пишутся, рассказывай, как избивай женщину. Я объясняю. Так, 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 так. Ещё какое... Вы какого хуя бесплатно пиздите? В общем, рассказывай, как убивай женщину. А это было 1 рубль. Так, 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 так... Вот у этих противных шлабов бомбанёк. Владимир, Владимир, подождите, пожалуйста. Так, так, кок, 21 рубль, вы какого хуя бесплатно пиздите? Давайте так, одно слово равно одному рублю. Вот у этих противных шлобов бомбанет. Ну, я не знаю, это ПО, мне это предлагал тысячу раз, там, ну... А мне не говорил, что ПО, как он говорил. Нет, он мне говорил, что в ваших, говорит, стримах с Витей, в которых вы участвуете, говорит, не хватает, вот как у меня, я планирую одно слово, один рубль сделать. Так, сейчас сыграем на гитарке. Так, сейчас мне заказано, сейчас выставлю эту самую камеру. Подождите, чтобы... Олег, ты пока расскажи, что там... А с Басковой-то... Ты снимаешь очень интересно народу... Так, так, так... Путин, советы... Так, ага, ладно. А что, мы снимаем Света тут... С вами две недели назад и... В общем, она мне прислала сценарий замечательного такой фильма. Ну, название мы пока еще, в общем-то, думаем. И... Ну, значит, позвали там... Созвали старый состав практически. Володю вот позвали, но он, к сожалению, Володь почему-то не смог вот прийти. Ну, просто... Да, я на митинге хожу, вот, просто, вот, мы против национал-социализма, мы хотим, вот, коммунизм вернуть, вот, капитализм тоже не любим. Ну, просто... Николай II, как ебали, вот, там, расскажу, вот... Вот рассказывали, да... Да, вот... В реанимационную эпоху, вот, то есть... Я там назвался Советом, как сказать, да, вот его ебали, вот... В те годы... Поэтому его застрели... Да и хуй с ним послали... Тоже мне, блин, цветовый... Сделали из неба... Святого, блядь, из этого Николая II, блядь, сука, нахуй... У меня бомбить сейчас, блядь, НПО запретился бесплатно бомбить... Придёт всё успокоен... Бомбёж только за деньги, да? Да... Не, ну, с вами, может быть, ещё просто выпинало, вот, допустим, про Октябрьский Перворот, там, Русско-Японскую Войну, вот, там, и сами... Ну, поспорить... Да, значит, японцы перед Второй Мировой Войной... А именно... Адмирал Имамото... Задумали... Разъебать... Гавайский флот Американских островов... Что легло... Ну, историка... Это остров Коперханга... Яблочко... Яблочко... А, ну, ещё раз будем петь, да, вот... Помните, когда Марслаев меня озвучил, вот, в фильме, если смотрели, вот, «Разбельное счастье, сердце мне» песня называется, вот... Вот, я обожаю, вот, с группой Джеймс Вон, обязательно послушайте, это абстрактный психотеллический нойц-панк... Торминий смысл... Максимус трендентарный... Какие, ребят, сейчас... Выполняют заказ, скажем так... Да, ребят, послушайте... Трискилленд, как он называется... И то ещё... Сейчас... Какие корабли... Повезо... Весь свержень... Аклахомы... Я, например, сегодня подобрал такую тему из выплитков, кстати... Щас... Что, видите... Знаешь... Смолёты какие были? Какой самый известный смолёт в Атихинадском театре военно-действии? Хитер нет! Молчать! Какие смолёты были этих вынос? Ну что? Ну, значит, отчасти лекцию прочитаем, значит, Японцы и Второй мировой войной. А именно, адмиралы Дима Монта задумывали, расхуяющиеся американских флот на Гамальских островах. То, что потом нашла история, как конструктор Хагу. Слушаю и вспоминаю. Да, Мадыч! Сейчас, не перебивай, сейчас... Адмирал Дима Монта. Короче, кто узнал это из выплевков сначала? Олег Дима Монта. Ну, конечно, я же сам эту музыку подбирал, да? Изначал. А во сколько обошлась вам лицензия на спрейнг вот в титрах финальных? Там вас потом увлечили? А я как бы знаком с Декстером Холландом лично. Мы с ним, ну, пересекались ещё до того, как я из России меня выставил на концерте. Если мы там потом пели три седьморки за сценой. И я могу Декстера... Ну, я ещё панлиста немножко говорили. Ну, я могу... Декстер, что я расплодил твой лучший такой... И он разрешил, короче, он сказал, что он фанат зелёного слоника и только рад будет, что его хуёвую музыку в таком эфире не использует. Чтоб вы реально на концерте. Да. 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 Вот, тут, что, один, хороший концерт. КАК! КАК! А, щас, и песенка паука щас. Эта самая. Убедительный выстрел в голову. Курила крыса. Табак ментола выпыхала крыса. Жентоник голая любила крыса. Баналы в голову бывают женщины-крысы. Бывает мужчина лысый. И тоже часто бывает, Что лысые крысы убивают. Убедительный выстрел муж красавицы. В один трешительный. И девкам нравится, Он был фашистом. И, блин, по-модному, хотя Смита. Быть очень здорово бывает, Женщины-крысы. Бывает мужчина лысый. И тоже часто бывает. Лысые крыс убивают. Все. Все. Ну, отлично. Просто шикарно. Давайте похлопаем. Все. Я побежал. Да, да. Тем более мне тут по угрозу уже пишут. Опять ОГО, да. Он мне тоже звонил сейчас по мобильному. Поговорить. Денег нет. А то прям в Нью-Йорк позвонил. Такой вот онковый. Бульнич. Ну, в общем, да. Вот, ребята. Вот, Владимир, вот, Ипифан. То есть, ну, я, как ты понимаешь, всегда вообще не забываю. Да, да. Знаешь, вот женщину я вот вообще ненавижу, а... Я, как Владимир, все-таки, знаете, вот я постоянно их избиваю прям до края. И что, а это ты делаешь как художник? Ну, с художника, да, точки зрения. То есть, это био-арт какой, да? То есть, или это у тебя акционизм? Это там оригинальное искусство, я бы так сказал. Оригинальное искусство акционистического биоарного протеста. То есть, это, ну, направление Володя Липифанца в трибуну. Ну, а где ПО, кстати? Есть. И там на связь приходилось. Здесь. А, здесь. Здесь был. Олар, ты там чем шерился рассказывай? Так, ты куда? Почему ты мне звонишь на мобиль? Ты говоришь, у тебя нет денег? Ну, на интернете нет денег. Я звоню. Вот тут вот я на лавочке сижу, ко мне подошел мент. Говорит. Говорит, у вас есть право на последний звонок. Я говорю, я задонатик. Позвоню. Ай, сраные стримы. Да, не буду я ничего рассказывать вам, ребят. Задонатик. Да, поэтому мне сейчас менты уводят, и мне надо срочно на взятку 10 миллионов рублей задонатить. Это печально. Да, иначе вам застрянь кровавое воскресенье. Хоть какой-нибудь сраный идиот из чата задонатит. Ну, да, потому что что-то... Будем лучше что-то искать, что-то есть? Не, ну, можно, конечно. Да, вот Троцкого давайте обсудим. В остальных. Ой, никому не известно. Как Госдума, как Госдума образовалась? Это Троцкие страны, никому не известно. Я не знаю, как сделал хуйня, а потому что... Вот у Холландского 100 тысяч миллионов подписчиков, потому что я недавно смотрел этот новый выпуск. Очень кратко и очень интересный формативный, но у нас какая-то хуйня была. Олег. Олег. Олег, у тебя шипение. У меня шипение где? У тебя шипит микрофон. А у меня все время. Я только не шипи, только я. Микрофон. А щас лучше. Что-то. Да. 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 Потому что это может быть я курю как-то. Ой. Потому что я уже простым воздухом-то не могу дышать. Я сразу отравлюсь. Я сразу отравлюсь. Вопрос. А почему странно? Почему? Потому что фанцев не может. это может быть. Что-то. Да. Вопрос. Да. Насколько донатов нет. А что? А что играю? Зеленый мусалат в линейке Ванкрафт Давайте прочитаю историю Так Нету донатин Так Сейчас найду По гаммой и узнаешь А ты что? Выпился? Вот я лично не курю Но скажите, пожалуйста Теперь на вопрос А зачем он Вот Аскорбиновыми словами Вот это перевел Да, кстати, просто трейлера показать Что, будем фильм показывать? Рановато пока? Не за донатинец Вот А, то есть только за денежку, да? За денежку показать? Нет, донат если в полу Покажем, да Грейли вообще Все Без доната Пойдут свой донат Кому нужен этот сраный Новый фильм Восковый Никому не нужен Дурацкий Неинтересный Каждый Массаж Поможет Вам Создать Новый сон Ты Получишь Мои Штаны Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Ну потому что это уже не актуально, что это за... не майн-стрим, понимаешь, что это вообще... Ну и как-то вообще отсталку безвозвратно, к сожалению... Да, давайте с вами про искусство уж Олега рассуждать, вот сделали памятник Башлачевого, допустим... А где? В Москве, скорее всего, в музее. Его сделали? Да, они сделали сбор средств, набрали 30 тысяч рублей сейчас на создание. Вот они уже отлили скульптуру. Художник Мария Иванова, да. Так он не нравился, мы с ним даже знакомы были. Да, высота памятника будет 2,5 метра. Да, нормально. Да, и тут вот ультр... Ну вот я пись... Да, Мария Ивановна. Будет не памятник, а рисунок, и не Пашлачеву, а... Как вы относитесь к творчеству Гринча Абдуля? Ну, это так же не смешно. Вот, у них свои сборы, допустим, 200 рублей стоит письменная... Да... Да, Натик пришёл, я вас прерываю. Ну, давай. Ну, давай. Как вы относитесь к творчеству Гринча Абдуля? А... А... Абдуля? А как? Ну, хорошо относитесь к... Да, очень уважаемый человек, на самом деле. Правда, его разыскивали. Не доил этот Абдулюш. Ну, что? Тебе ничего не нравится вообще. Ты какой-то депрессивный человек. Потому что не донатит. Ну, что не донатит? Значит, ну, так-то будет. Айх... Им... Им... Рассказываешь... Истории. Им... Неинтересно. Пародии делаешь. Им... Неинтересно. Сранные... Людишки. Эх... Я... 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 Я отойду. Меня... В КПЗ ведет... С... Опер... ППСник. Я... Я сидел на лавочке. Меня... ППСник. Сейчас тащит. Да, всё. Позвонил. Всё. Всё. Ну... Ага. Павел. Всё. Забирает его. Пародии. Балла, убили. Ну, я не знаю. Я ему говорю сколько раз. А мне... Да эти... Ебаные... Менты. Блядь. Я их не боюсь. то есть, ну, вот видите, ну, нахуй, спаси, это страна ментов, так что, я правильно сделал. Коррупция, конечно. Коррупция, я правильно сделал, уехал в Нью-Йорк, у нас тут на лавочке есть пиво подвесное, ну, попросят, я тебе скажу, там, гри пиво, почему оно не в богослове такого-то, потому что Америка, Ребят, ребят, привет, привет, короче, я щас тут с этим, с Абдулем разговаривал по телефону, он сейчас к вам хочет подключиться. Ну, давайте. Давай. Отвечу, ты, Бэс. Сейчас, сейчас, я, да, да. Слушай, Паша, они не знают, что с кого произошло, да, вот, что мы забрали. Подожди, подожди, я щас УБС настрою, ребят. Щас у меня... Ну, хотели, да, обсудить Абдулу, Абдуллу, Веру, да, просто у меня очень многие друзья, стримеры, они не знают, выиграл, от меня. Да, 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 там донатки, кстати, это, приходили, так, посетители ютуба, да, дарова, дарова. Да, да, привет. Да, да, кстати, Донатик там приходили. Да, 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 ребят. Сейчас, сейчас. Абдул этот публично создал научно-обосновную религию. Ну, это интересная концепция, я читал. Да, 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 и... Клавный враг, Ванамаска. Мне надо тут это, папе помочь быстро. Давай, давай, помогай, помогай. Его тут пчёлы укусили, и надо его проспиртовать. Ой, я смотрю так, полосочка закончилась. Ага, у нас уже есть 200 рублей. Так, у нас осталось, скажу, сейчас я посчитаю на калькуляторе быстро. Да, 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 все деньги сегодня направляются, как и раньше, Владимиру Епифанцеву, потому что такие гости у нас довольно-таки редкие, да. Олегу деньги не нужны, да, правда, Олег? Ну, как сказать? Не, мне надо детей как-то не теряда, да, так что, ну, ничего. Поедем, да, летом еще отдых, конечно, что-то. Ну, хорошо. Так, сейчас проверим. Да, надо собрать легион из всех Абдулопсов, это засекающий реклам такой. Ну, Абидаран там еще какой-то, я знаю. А что вот этот может сказать? Вот это я не знаю. Абдулла Вера? Ну, это клана как раз этих Абидаран. Абидаран это что там? Тоже из Абдулла Веры, да? Да, да, да. А вот расскажи тут подробно. Значит, кто такой Абидаран? Прошу убить, да, 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 прошу прощения, ребят. Да, 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 сейчас Абдуллов, так, временно он тут выйти не может. Так, вам надо, да, мы еще работаем час, значит, вот шкала пошла. Отлично. Вам на еще продление, вам надо задонатить уже не 200, а я тут посмотрел. Надо задонатить, блин, щас, щас найду. 158 рублей. Я щас вывешу это сообщение. Быстренько. Так, так, так. А про все уже ты его на руку закрыли, да? Уже его не видишь, наверное. Да это не ко мне. Ну, вернее как, ну... Может он сидел там... Ну, Барана так не было, в общем, это как удивляет, только Абдул, скажите. Так, да, нет, Владимир, Владимир, я прошу прощения, но я думаю мы щас Абдулова, Абдуля лично позовем он. Дело в том, что он щас шифруется, но обещал прийти, поэтому сейчас все на месте будет. Так. Плюс стрима. Да-да-да, сейчас. Ну, отлично. Давайте. Так, текст выделился, нет? Так, куда текст пропал. Сейчас. А, блин... непонятно о, как всегда, я думаю там никаких там ментов он просто как всегда сбыл чтобы вот за него тут работать а стрима, а он как всегда не вот так видно уже будет, ребят вот так да, 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 да сейчас подключай его я попробую так это немного долго, поэтому да, стосят восемь рублей да правда, конечно, это тоже личность центральная в игровой мастере наше, особенно вот для геймеров вот те кто обзорщики стримы так, тут вы поедете ли на экспо 2017 в Астану ну я лично нет, куда мне в Беларуси попилить так, зато 150 уже 2 рубля осталось, спасибо не прочел как зовут человека спасибо ему за донат за донат хоть какой-то донат приветствуется так, у нас сегодня весело может быть сегодня, после часа стрима если задонатит на следующий час я думаю, можно будет Олег трейлер показать? я думаю, ну да может круг возможно, даже позовем Светлану Баскову сейчас ну это Олег ты через свои связи сможешь я позвоню ей да, да, Олег зовите, зовите конечно да, мы рады бы им пообщаться да, 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 да она пока занята сейчас она идти и что-то уже сейчас ну я не знаю можно как-то сейчас да, Олег напомните как называется ваш канал на ютубе там где ваши ролики потому что буду монтировать экспериментальный который ультрофутер ультрофутера 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 который отマстерских шпионов elson в charitable Пропал оригинал, блядь, то, что сейчас... О, 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 это что, это Абдуль, что ли, это ты? Ан... Аншал Абдуль! Сука, блядь, сука, блядь, миллионы погибли за вас! МИЛЛИОНЫ! Так, да, да! Что ты здесь нашли сладость, потому что? Я сломаю у вас тут обманутые вкладчики, да... , братишка, я тебе покушать принёс! ХАХАХАХахахахахах calculations Bitcoin Верх 2 Ну чё скажи, что мы масля États? Масля, да Это масла... Это маслаチка? Ну это детей масла ЗНАЕМ МЫ ОДНОГО БОМЖА В... 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 НАМАСА... Вон... НА МАЛЕНЬКОГО МАЛЬЧИКА ГАМАСА! БОЧКУ КАТИЛ! МРАЗЬ ПОГАНАЯ! МРАЗЬ ПОГАНАЯ! НО... НО... НИКТО НЕ УЙДЁТ ОТ КАРЫ АБДУЛОВА! АНША АБДУЛЬ! ВЫ ДОЛЖНЫ ЧИТАТЬ БЕБАРАН КАЖДЫЙ ДЕНЬ! ВОТ... ВОН... ВОНАМАЗ И ПОПЛАТИЛСЯ! СТУПАЙТЕ В... ЦЕРКВЬ АДА АБДУЛОВА! ВОНАМАЗ И ВСКА ТРЕВОЖДА! ВЫ ВНАЕТЕ, ЧТО... КАКОЕ-ТОРАЗВЛЕЧЕНИЕ У НАС В САВКЕ САМОЕ ЛЮБИМОЕ БЫЛО! ВЫ... ВЫ... МЫ... ээээ... БРОСАЛИСЬ В В ШАХТЫ ЛИФТА! Да, мы сначала играли с детьми в ножички, потом этими ножичками резали друг друга, потом приходил участковый мразь, как из фильма Груз-200 такой, мразь поганая. Миллионы погибли из-за участкового, и значит потом сворачивали друг другу шею, проходили мимо бабок, а эти бабки говорили, ах ты мразь, ты диссидент как буржуи, водопровод включается, и включается, да, потом бросались, значит, кто первый допрыгнет на Арматурину в шахту лифта, ну и потом все кидались в шахту лифта, это, дебилы идиоты. Яйца, мы паркалы. Мы разные поганые. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Да. А что у вас тут интерес? Из-за вас погибли миллионы. Озон! Озон гнал на Гамаза! Это такая карась поганая, но ничего, никто еще не ушел от Хары Абдулова, и скоро они все сдохнут, и будут как Абдулов гореть в аду. Да, но у вас есть шанс задонатить на этот канал, и попасть в Абдулова без пыток, зарезервировать себе место. Я не знаю, кто... Мне понравился ваш обзор на СССР. Вот пишет МПП-3, что вы знаете об этом? Расскажите. Да, по поводу новости... А что? По поводу МПП-3, как вам сказать... Он будет существовать, разумеется, в нашей стране особенно. Понимаете, мы с чем-то халяву. Понимаете, да? Это просто, ну, как официально, то есть, как бы, понимаете, официальная продажа МПП-3 дисков, если помните, была вот уже, как бы, закрыта, да, а теперь вот уже издаваться МПП-3 уже не будет. В совке, в совке мы с ребятами, значит, обнюхивались клея, потом бродили, убивали бомжей арматуриной после школы. Да, нам учителя в школе ломали руки, ломали ноги, говорили, ты сдохнешь быдлом. Петров Иванов к доске, да, и там прямо у доски просто мелом кидали в тебя и шипами избивали. Потом мы, значит, ходили, и как мы в совке слушали музыку. Подходили к дедам, воровали у них слуховые аппараты. Ну, в совке это были, ни у кого не было слуховых аппаратов, поэтому это просто были баночки, такие, из-под консервов. Хотя, кого я обманывал, в совке даже консервов не было. Ну, вот мы воровали, убивали этих детей и слушали музыку. Ну, как музыку, все запрещено там, послушаешь там, например, какого-нибудь Битлз тебя тут же сажают в тюрьму? Ну, что я вам ешь? Твою квартиру продают, продаются неграм, поц hippie. Да, и Абрежнев, у него как-то другого цвета. У него какой Брежнев был распорядок дня? Утром реанимация, днём операция, вечером инсульт, ночью воскрешение и утром снова реанимация. Вот так вот, это вообще был ходячий труп, надо его было убить. Да, да. Ну какой то ужас, что вы сейчас рассказали нам. Ну вот, собственно говоря, хотел вам рассказать, да, про новость, то, что вот по поводу НП3, как вымер. Вот, да, вот, расскажи про вас. Интересно. Слушайте, это печальная новость. Создатели MP3 объявили о смерти формата, безусловно. Потому что в мире существует много разных форматов, как вы понимаете, и файлов. Сам популярный объявили состав MP3. Об этом сообщили создатели нового формата из Института Франкофера. Сегодня есть более эффективные аудиокодеки с расширными функциями. Но MP3 по-прежнему появился популярностью среди потребителей. Тем не менее, большинство современных медиа-сервисов, типа стриминговых, теоретики не отвечают, используя современные кодеки ISO-AMPEG, AC и будущий Ampeg Edge. Они дают больше возможности более высокого качества звука при английских битрекерах по сравнению с B3. В апреле этого года истекли сроки на патент технологии сжатия аудио данных. Сами создатели были на официальном сайте, а фактически смерть. Этот формат. Всё, прогресса больше не будет. Ну, это история, понимаешь, это же, ну-ка, прогрессом же идиотом. Идиот, конечно, в своё время тоже будет действительно боевые форматы, или жди, или не без актуаловаться. Я думаю, ролик, я думаю, в ваших фильмах, я тоже знал, что какие-то издания какие-то, жди будут заполосены материалами, я надеюсь. Выблитки точно, я думаю, конечно, кто-то очень будет. Да, кстати, а где Абдул? Кто же? Абдул не видел. Кто-то его не слышал. Да, да. Анша Абдуль это. Ты абсолютно... Анша Абдуль. Вообще, я помню, в Японии, в Японии, они друг другу, значит, вот эти вот япошки, карлики, карлики, они такие же, такой же, такие же уроды, как Азон, они срут друг другу на голову, значит, у них дома, у них картоны, все их картонки, на самом деле Японии нету. Японии уже нету. Фокуси, они от Фокусина все уже скорчились, эти япошки умирают, но выгодно из-за, типа, теории, из-за вышенной численности всем говорить, что Япония, значит, выдержала. Там, но они после Фокусина, они все делают вид, на самом деле они умирают там, все дети уже вымерли, уже там от Японии ничего не осталось и скоро, и они еще, эти японцы, еще накурилы, тут свои зубы точат. Ну это очень познавательно, наконец. Тут Донат пришел, тут мне... А КАМОН пришел, КОН? Тебе обгибили, к нам на это самое... Он мне пришел, но я зачитаю, потому что в любом случае кидаете вы свои донаты, и они поступают на церковь, на восстановление церкви Ада Абдулова. Каждый свой донат, он пойдет на ад с Абдулем без турика. Так, вот тут вот 5 рублей, Абдуль, КАЭЭСФОТ.ierl Будет ли Дональд Трамп сниматься в продолжении Твин Пикс? Ну это будет безословно, безословно бин! Нет, дело в том, что я с ним недавно связывался, он будет сниматься в моем новом фильме, поэтому никаких... И он сказал, что его сначала, значит, заманили гонораром, но я позвонил Дэвиду Линчу, я ему сказал, что я тебе ебала на бью ты пидор, если ты, блять, его к себе переманишь, быдло нахуй! Ну, в общем, Трамп в итоге согласился, так что вот, я маленькую тайну вам раскрыл. Ну, Олег, от Тарантина вы видели вас там, были какие-нибудь встречи? Ну, это... Да, был на фестивале, вот, мы вместе сталкивались. А в камерах? Да, естественно, да, вот он там, этот, свои бесславные ублюдки, а я в ублюдке, там, значит, показывает. Но, к сожалению, он меня немножко обошел, Тарантина. Ваш фильм был лучше оказался в любом случае, я думаю. Ну, как-то критика плохо, блин, понимая его, ну, я не знаю. Просто вам надо больше рекламы, наверное, пиара, чтобы кассу набрать прилично. По всем престижным фестивалям. А вот как Никита Михалков, он смотрел своего выборка, да, вот, на вот Каннском фестивале, как он направился? Я считаю, что этот фильм не так. А где-то, в том числе, он настолько проникся им, что вот он потом снял впечатление на свой фильм, на свой, вот, вот, «Солнце», там, два или три. Ну, я не могу это, конечно, назвать плагиатом, потому что плагиат, это когда, ну, как минимум, не хуже снято. А он, конечно, очень хуёв, это, украл на людей, так что-нибудь. Да, ну, я думаю, ему, конечно, понравилось, это же, в общем-то, а фильм о нем с его братом Андрюшей, вот так вот. Да, этот фильм про родину все-таки, как бы, то, что родину нужно любить силу, называется. Да, 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 родина, родина, это, значит, был один такой на весь Советский Союз кинотеатр, родина, и там показывали, значит, фильмы про партизан, там заходили, значит, в кинотеатр, там оставили огромные очереди, ты, значит, убивал своих соседей, чтобы пораньше утром встать, там за восемь часов и занять эту очередь в кинотеатр. Да, показывали, там, значит, дебильный фильм про партизан, друг друга там орали, пили, значит, в... Да, 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 и там, значит, в этом кинотеатре там ножичком друг друга тыкали в спину, просто там бедную бабку там просто ногами, значит, пили там по морде и говорили, ты что бабка свои клешни в кинотеатр приперла, и так и смотрели, значит, фильм, эээ, да, говно везде прямо из зала, там, просто везде воняло, там, бомжи валялись, там, половина проектора, там, ну, просто засрано, засрано, и, и, эээ, да, и... Ты платил последние деньги, ты, ты занимал последние деньги, там, эээ, которые ты мог на водку потратить и отравиться благополучно, и, и шёл в этот кинотеатр, и показывали везде одно и то же, либо фильмы про Гайдая, Гайдая это вообще такая мразь, хуже Озона, хуже Озона, просто, это вот Озон, вот он шизофреник, вот и Гайдая, Bitcoin этим был, это такая... это такая мразь... 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 Отвратительно, вот лучевые венцы. В Японии, в Японии, они вообще, они там в кинотеатре приходят, только с счетчиками Гейгера. И то, и то там срут друг на друга. Просто. И, ну, в общем так. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. места в гробу А в Дуе, а кинотеатр Березка не было у вас? Нас тут на районе из Волга, там тоже бабушки уже там три семерки валяются, там вот старый кинотеатр заброшенный, там вот три семерки повсюду валяются, вот что за дела это? Не знаю, мне кажется, это вот Олег Мформат, я думаю, это ваш как раз ваш ход, первый ход вот Хайп, хайп этого напитка, да, я думаю Это совсем, ну да, это, то есть был такой, один, значит, у нас человек такой, более юханана и, ну, как бы, вот Света его попросила ты должен что-то такое придумать для пиара да, именно, и, в общем, это его, собственно говоря, работа то, что вот сейчас вот Абдулин сказал, да, это, ну да на Волга, конечно, участия тут нет, известно в этом потому что мы со Смоловским тогда на водке сидели на белой, где там, на Абсолюте, водку Абсолюте, да, да, да ну, продолжайте, собственно, я не хочу да, а в Савке, значит, там какая была водка там смешали, значит, крысиный яд с мочой и называли это Андроповка вот, вот, потом народ весь спивался все равно стоял в этих очередях там не так был, убить готов был ладно, ребята, я пошел, мне надо тут покурить Амша Абдуль, Амша Абдуль, Амша Абдуль, Амша Абдуль, Амша Абдуль. До свидания. Да, Абдуль, а хотел еще у вас спросить вот про такие вот виды портфена. Хотел вас узнать. Через сколько лет отменит... Червиску нахуй с мобилем. Стоять по сравнению. Да, был такой вот, кстати, да. Мы не после школы часто его пили. Ребята были. Так, ребят, я вернулся. Так, смотри, у вас донатик какой-то был. Чем я устал? Упырь 666. 5 рублей. Так, через сколько лет отменят бумажные деньги и введут пластиковые универсальные карты в России? Так, я пока чат почитаю, вы отвечаете, ребята. Да. Через сколько? Ну, дело в том, что... Я думаю, это не будет еще лет... Ну, в России точно еще не будет лет пятьдесят, потому что... Коррупционерам этим ябаным. Ну, к сожалению, пока удобнее вот, чтобы были такие вот какие-то бумажные уносите туда. То есть Россия уже отстает от всего мира, я думаю, что это будет еще не скоро. А вот если взять Америку и Европу, я думаю, что полный отказ будет где-то лет, наверное, через двадцать. Ну, от Хозгарапс, они, конечно, я все понятно, хотели обдудно спросить еще, что он еще не пил, вот. Он нас интересует. У нас зараженный день. Он нас ждал, ребят. Он... У него сейчас воскрешение где-то там. Какой-то, бляд, мясочек. Ну, я его еще позову, если вы будете там донатить, ребят. Вот так вот. Хотелось спросить про Барматуху в Советском Союзе. Ну, Барматуху, это же Сансидар был. Такой был замечательный напиток, Сансидар. И почему еще я хочу сказать, он был популярен среди художников. Ну, потому что он очень красился здорово. И, если скажем, краски в то время тоже не хватает. Часто вот рисовали прямо Сансидаром. Было очень удобно. И можно было и пить, и рисовать одновременно. Это такой, я бы даже сказал, это чисто такой художский напиток. Вот так. Про Барматуху есть. Говорить. Вот. А к дамам еще был замечательный напиток. Я не знаю. В Америке, к сожалению, нет. Тут приходится пить более что-то такое. Низкопробное. Недавно мы пьем угощаем. Вот. Хотел вам Олег рассказать про такое замечательное изделие. Называется Грабеновка. Это чудо изделия. Его делали в перестройку. Расскажи. Расскажи вам. Вот. Значит. Воровались перец. С фарматистической фабрики. Вот. Пили стеклотару еще. То есть. Там. Получалась бензиновка. Вот. Как бы. Запах и вкус бензина давало. Это то, что ЧМГшники заправлялись на трассах. Ага. Получи. Слушайте. Настолько колен было, да. А. Колен. Вот. 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 Света Баскова прислала смс-ку. Она сейчас будет у нас. Светочка, да. Светочка, да. Светочка, да. А. А. Светочка. Светочка, как слышно. Светочка. Ты слышишь нас, Свет? Алло, Свет. Ну вот она, к сожалению, пока не может выйти на связь. Да. Она будет чуть позже, да. Ну хорошо, Свет. Ну ты, в общем, мы еще будем сидеть где-то, ну как минимум полчаса. Да, мы тут просто, Светочку, мы тут похлебку обсуждаем, кто что пили с вами посадили. Да, да. Вот вы. Свагоны самодельные. Продолжай вот про этот напиток, вот как ты сказал. Говенов. Да. Интересно. Раз. 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 Значит, три семерки там. Раз. Три семерки пели вообще. Алло, ну что? Я тоже, когда студентом был, знаешь, вот тоже. Три семерки мы пели, вот. Бухали. Замечательная вещь, конечно, была с колой. Это мы вот про Птикову завезли к нам в Советский Союз, там вот. Во Варина Ельцин когда вот. Вот. И сейчас вот к нам в эфир Света Баскова, вот. Добро пожаловать к нам. Вот фанаты рекуют, зрительно смотрят, вот. Добро пожаловать. Да, да, да. Да, здравствуйте, мальчики. Меня слышно? Привет. Привет всем. Здорово, здорово. Привет, привет. Привет. Да, у меня все на... Да, 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 Олег. Как там Нью-Йорк? Да, слушай, неплохо. Ты же к нам с Бариной обещала на следующей неделе приехать. В силе это, да, 1 минута получила? Ну, понимаешь, ну, у меня здесь проблема. Тут мы судимся с Сережей Пахомовым и насчет авторских прав на зеленый слоник. Да, и вот Толик, Толик мне сказал то, что пока надо, пока этим не надо заниматься. Поэтому я пока что не могу. Да, привет чату, пускай кидает свои бабки. Да, ребят, все сбой, вот Олег, вот Светочка, Владимир, вот. Да, платите нам денежки, мы будем вас развлекать еще долгие-долгие вот счастливые вечера, вот. Вы, кстати, можете для затравки несколько вопросов задать даже бесплатно для Света, ну, буквально один-два, и, в общем, ждем, ребят. Да, задайте, что, можете задать мне был вопрос Светочке по поводу съемок будущих фильмов, какие идеи они пришли в голову. Свет, ну, ты будешь, может, расскажешь сама про наш вот фильм, который мы хотим сегодня трейлер вам показать, ребятам? Да, 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 и вот Володя у нас играет главную роль, да, значит, фильм такой, называется он «Володя. Бегущий сварщик». Да, и объясняю, значит, с завода убегает сварщик, потом они читают, находят ананасы какие-то, потом, да, потом, ну, естественно, будет пьянка, ваша любимая, поэтому... Ну, я... Обязательно Пахомов голый в кадре полностью, не Бифасов, я голый должен... Нет, нет, мы с ним судимся. Пахомов не вырезали там, Светочка, хотелось, знаете, вот там, Сезуре ваш фильм подвергали, вот там вырезали, где вот мы там с Пахомов голые полностью в кадре. Ну, понимаете, понимаешь, Володя, я в своих фильмах ориентируюсь на Гадара. Да, Жан-Лук Гадар, это же, как бы, наш любимый... Ну, наша все, наша легенда, все-таки мы 80 лет, как-никак, все-таки. И, как бы, понимаешь, вот у Гадара было Бельмондо, а у нас, собственно, Володя, ты, понимаешь, а Пахом там будет только лишний. Нет, Пахом, мы с ним, еще раз говорю, мы с ним судимся, да, и, да, и теперь у меня самый лучший мой мужчина, это Володя Епифанцев, ты, и, ну, естественно, мой муж Толя, но я сказала, чтобы он помыл... Да, Светочка, фанаты часто задаются с вопросом, вот, 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 ты снимала Пахомова во всех фильмах, да, а чем это связано, симпатия, насколько ты симпатию к нему испытываешь, как брата, любишь его, вот, как друга, как любовника, просто, вот, в инсильной жизни твоей, да, то есть, спала ли ты с Сережей? Идет, все идет, все идет через церковь, да, был у вас сэк, Сережа, просто, нас интересует вопрос, вот, давай, как бы, фанат, да, новое интересует... Тантрический, межконтинентальное, саити... Просто ты так не стесняешься голых мужиков снимать в своих фильмах, там у тебя просто голый мужчина, да... Ну, вот, Володь, Володь, ну, во-первых, а тебя, как не снять, ты такой накаченный, красивый, она же как женщину не волнует... Ты понимаешь, что это экземпляционизм, да, это как бы это с детства тебе лежит, когда, понимаешь, что с самого, да, с детства, вот, когда я там еще в детском саду, я любил показывать, там, во двор выходишь, там, бабка, показать, хотите, он покажет, и бабки просит, давай, покажи, ну, я вам показываю... Ну, да, я предложила, значит, Володе предложила 30 миллионов в час за съемки, он согласился, да, Толику я сказала мужу похудеть... Олег, а почему ты, вот, в моих фильмах никогда, вот, не хочешь, что ли, сниматься, я не снимаю? Свет, ну, помнишь, когда я в Котке снялся, там, в эпизоде, где «Чайное вечер», да, а мне потом, значит, мои фанат... Ой, секундочку, ой, сейчас я отвечу... Ну, вы же понимаете, что тайное вечер, 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 это аллюзия, аллюзия на французское выражение «бабочка» летает по четвергам, вы понимаете, это тонкая грань, это тонкая грань, да, 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 и... И Флоду Лилюшу, да, и это понятно... И Фресуа Трифо тоже, конечно, я знаю, вы любите «Фазбендер», да, вот, правда, там все фильмы про гей. Да, 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 понимаете, понимаете, вот, я обожаю гейские фильмы, особенно мне нравится, когда Маслаев, вот у меня была даже вот идея, мы искали сына Маслаева, хотели заплатить деньги сыну за... и выполнить эксгумацию тела, чтобы и он и мертвым вешался и сосал... Да, Олег, я помню, у вас там была, помню, фраза, да, я тогда просто был занят на съемках своей передачи «Греба» по телевизине, вот, а вот там снимался подростков до 16-ти старше, я все рассказывал, вот, а вы, Олег, сказали такую фразу, ну, хуя ты мне, блядь, даешь эту суку, вот, я запомнил, когда там... Версачи пишут, Олег, или сбрей все волосы там со спины, или, короче, вот так, или... Я, в общем, стесняюсь. Кстати, Света, Света, ты меня слышишь? Да, да. Мы тут с Баряной ходили на распродажу, там, значит, был шикарный костюм Версача, по скидке взяли мы за 50 долларов, все, как раз на Толю пойдет, так мы договор отложили пока, брать или нет, ты скажи? Ну, смотри, ну, вот, когда... Нет, дело в том, что я отращиваю Толю, и вот у нас цель, как и у любого режиссера, у любого художника, есть своя цель. И вот цель наша, это набрать 500 килограмм. Вот уже 300 килограмм мы осилили, а потом будет 500. Я теперь объясню, зачем мы намеренно жиреем Толю. Мы хотим... Я хочу снять очередной гей-порно. Ой, прошу прощения, я хочу снять свой новый фильм и снять там Толю, где его будет в Володе, традиционно, ну, этим актом. Ну, сами понимаете, это отсылка, отсылка к Аркадию Давидовичу. А к Пазалиева не целовались, вот там, к его фильму «120 дней с Содомом» не будет ослабиться? Да, это... Нет, нет, это попса, это пошлое... Это попса, но какие-то что-то мы взяли, потому что Пазалиев, он, во-первых, сам плагиат, страх. Он же это все плагиат у Маркиза де Сада, вот, и что там действительно, да, есть какие-то педагоги, перекликаются частично. Ладно, все, ребята, я тут, я ухожу, меня тут Толя послал в Макдональдс закупиться на неделю, поэтому я пошла... Да, я так же слушаю, да. Донатики кинули нам какие-нибудь, они же тебя любят больше, чем нас. Да, хочешь, я расскажу тебе, Стас? Ну, да, конечно, вы можете мне сейчас, вот, за пять минут сделать донатики, если меня... Да, пока я не убежался, не убежала... Потому что нам уже мужики, мы же никому не нужны, а вот... Ну, давайте, ну, пять минут, да-да-да. Вообще, Маркиз де Сад, он, мне кажется, аллюзий на индонезийский грибок Фаэтон. Ну, это, если брать общую концепцию биоартно-артхаусно-подиоартно-интрапродиктерного флуктуативного ренессансно-постмодернизма, то, естественно, да, конечно, я согласен с тобой. Я бы сказал бы ренессансного, пожалуй, постмодернизма Бреннера. Да, вот даже ты еще точнее выразил, спасибо. Коррект и умница у нас сверху. Ой, спасибо, спасибо, Олешка, спасибо, Олешка. Да, я думаю, в следующем фильме вы будете в контейоне отсылаться, там, про психические расстройства, да, вот, про трипы, всякие бет-трипы, я думаю. Ольга, где моя Ольга? Ну, это Володь, а ты, кстати, Володя, вот, ты же тоже говорил тогда у нас был, помнишь, на стриме, что ты тоже это самое кино какое-то снимаешь сам? Ну, не со сплоховым, а какие-то тут сто... Собственно, да, мы снимаем собственные фильмы, и в этих фильмах я избиваю женщин, то есть я делаю следующий образом, фанатки пишут мне ВКонтакте, я их приглашаю, да, к себе, вот, мы, значит, бухаем, там, кто, там, пил, да, там, это, и употребляем марки, и потом устраиваем морги, я включаю жесткий гранит, короче, вот, и я там их прям, вот, если девственница, то, там, потом, ну, ладно, там, кровище, там, ничего нормального, бывает. Ну, без этого, мы же все смотрели «Свайбу», да, там, невеста делать, там, я бы подумал. Ну, конечно, это же уже классика, это, блядь. Да-да, я это снимала, ребята, можете мне любой вопрос по фильму задать, и вот мы вот с Олежкой и Володей постараемся ответить. Вот, и к нам часто приходят наши вечеринки, всякие ВДВшники, там, это, там, всякие АМО, СССР, там, это, с автоматами приходят, и я им прогибал, как дам, там, да, там, прогоняю всех, короче, бывает такое. Ну, вообще, конечно, да, мы любим жесткую музыку, там. Ха-ха-ха-ха, я понял, это была аллегория, аллегория на Сопрано, на клан Сопрано. Ну, да-да, естественно, наконец-то, да. Ну да, у меня дома стоит рояль, мы играем музыку в тенте Сиаджо, вот так слышали, да? Да, это очень интересно такое. Ну, ребята, ну да, я смотрю, нету, поэтому я побежала. Я очень люблю питаться, да, питаться мясом от молодых девушек, там это вот, я поставил консервируем в бочках, да, вот. Свет, ну ладно, мы с тобой прощаемся. Да, вот мы любим труп пожрать, вот мы вот ходим с фанатками, там это вот. Не хочу сказать. Ну, поедим, короче. Володь, извини, извини, я тебя перебил, у нас уже время вышло, мы уже готовы, пошла шкала, донатиках нет, так что. Свет, ты можешь там, ты же в Москве, ты можешь в паблику позвонить, чтобы он вернулся на стрелку? Да, да, сейчас, сейчас, сейчас. Володь, или ты, позвони вам дешевле. Да, подожди, сейчас наберем я, какой там Паш умер, сейчас, секундочку. Сейчас я тебя пришлю в это, в SkyMate. Подожди. Ну вот, Света ушла, ну что ж, Света, спасибо. Ну да, давно не виделись, конечно, на... Ну, ребят, я с вами, ребят. О, Павел, вернусь. Ну что там, Павел? А, мы тебе уже звоните собирались, да. Наша вышла, по-моему, уже. Ну, ребят, как вы поняли, ну, уже конец стрима, как вы поняли, мы с вами тут играли, разводили игры, собственно говоря, в роли Володи Епифанцева у нас был Андрей Богатырев. В роли Олега Маврамати был Коли Аксенов. Ну, и я сыграл себя, Баскову. Ну, ты у нас сегодня просто вообще прима просто, прима, мальчик. Сколько ролей я тебе просто аплодирую. Стоя, да. Ну, спасибо, ребят, поэтому как-нибудь, ну, вы поддержите нас там, сделайте донаты, поэтому, смотри, пишут даже не ведись. Ну, мы будем периодически устраивать подобные шоу, если будете нас захвалить донатить. Даже 5 рублей тоже похвально, поэтому... Да, это в любом случае приятно. Ну, давай сейчас до 9 это посмотрим. Кстати, а мы же обещали трейлер показать, будем показывать. Ну, как вы поняли, трейлер это же разводка, но, в принципе, можно сейчас показать какую-нибудь шляпу, не знаю. Я могу просто показать. Я могу сейчас показать свой ранний фильм. Называется он... Точнее, не фильм, а типа Вайн, что ли. Компьютер на прогулке. Ну, у меня тоже были всякие ранние фильмы. Это лет 5, наверное, назад, лет 10 назад. Сейчас я его быстренько закачаю, пока есть время, покажу вам сейчас на полную. Ну, конечно, Коки Бегучий Доктор, конечно, это шедевральный фильм, то есть, его можно смотреть и по пьяниям, и по прежнам. Это было не Коки замечательный. Отличный, да. Как мне понравилось, кстати, как ты про постмодернизм говорил или что-то. Это было вообще... такой троллинг просто. Может еще повторить? Слушай, я это чисто была импровизация. Сейчас, мне опять надо... Блин, это было вообще бешено. Сейчас, мне надо войти в образ сейчас, погоди. Да, и этот фильм «Польский бегущий доктор», если брать его стилистику, то это как бы, ну, если сравнивать, скажем, по современной трактовке, скажем так, терминологии, скорее даже более западной школы современного искусства, чем, скажем так, советской, российской, Ну, это чисто нон-конформизм, да, это нон-конформизм, трэш-арт-акционизм с гистероэктомическим фигуральным диссоциализмом и флуктуацией толка западноевропейского рисунка, Цитаты великого Бау-Дзеду на всей пиздецке. Ой, ребят, да, сейчас напоследок, сейчас покажу вам трейлер, ой, тут и трейлер, фильм, фильм покажу, мой, ну, как-то типа Вайна, но это уже мой фильм, лет пять, наверное, назад сняли, с ребятами, просто гуляли, нашли компьютер, и вот что вышло. Компьютер убиться, как пел паук. Сейчас, смотрите. Компьютер убиться. Все. 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 ВСХИТ. Все. Играет музыка. Поехали! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давай поиграем, Сиш! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привела к тебе подружку! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Нет, я по-другому скажу. На самом деле это очень высококонцептуальный фильм по мотивам, не знаю, какого-нибудь там Ильи Масадова. Дело в том, что это ответ артхаусному постмодернизму. Мы это снимали. На самом деле это очень... Мы переговорим катастрофу японской войны. На самом деле, да, этот фильм про катастрофу японской войны 1648 года. И этим фильмом мы хотели сказать «Нет войне». Снимали мы его 15 лет. Это ужас технопрогресса. То есть мы показали ужас, да, как бы страх технопрогресса. Мы его прокатили, значит, по фестивалям. Взяли главный приз Роттердам. Еще пальмовую ветвь, канны. Но это естественно все. До сих пор я его это показываю. Нам Ларс Фонтриер вручил, да, лично. Да, да, естественно. Я, собственно говоря, не работаю, ничего не делаю. А живу на... Как это? Дотации, блин. Чего это на лавру? Чего это на гранду на это? Ну, то есть ему выплатили чек. Тебе дали чек, да, там, это, на 500 миллионов рублей. Последитель Ютуб, мне понравилось, что радио выжило. Вы понимаете? Это же тонкая грань и отсылка. И это же тонкая грань с отсылкой к божественному провидению и нашей теории эволюции. Вы хотели показать эволюцию в 18-м году в этот радио? Продолжение следует...